Музыка 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 И тут не получаешь. И вот он так, забывая редактора, он так писал о нем. И извинялся. Все, все, и дальше. Вот у меня есть такой, скажем, печальный опыт общения с моими родителями. Я когда занимался каким-то творчеством, они, в общем, относились к этому несколько скептически. Одно время терпели это все, а потом говорили, бросается эту фигню. Иди работай, иди учись, иди деньги зарабатывай, в конце концов. А вот вы как, не было такого, да? То есть вы его поддерживали? Я вам хочу сказать, что я все, то, что он писал, я все отправляла. Только он один из-за говорила, мама, не покажешь твой папа. Может быть, вы его не пишите. Он стеснялся. Стеснялся, да? Да. И все время спрашивала, мама, как папа оценивает мою поэзию? Я говорю, более, он молится на тебя. Он очень, меня муж очень хорошо знал поэзию. Поэтому он в эти дети, девочки, и он, он, когда он спать, маленький, он всегда читал MCP. Он знал прекрасного блока, Брюсова, а я Брюсова не понимаю. Цветаеву, Ахматову, Умельева. То есть вот Саша Черного. Хотя отец у него был родитель, принял двойцовый партии. И это были не садистые времена. А вот у отца сохранились вот такие дни. То есть муж у меня и стихи Бориса, по тому же все это, более изданку при жизни, только от рук не было, и все такое, варили. А остальное все было в черновиках. Он, ему не нравилось, он сказывал и выбрасывал помойку. Он ушел и брал все это. И все хранилось. У меня сейчас так много рук объяснят, кое-что мы переделали. Так что отец, наоборот, только говорил. И он считал, что его изданка не бывает. А вот вы можете вспомнить, когда сам Борис, он, так сказать, вот он решил заниматься этим всерьез. Я же понимаю, у него вот был какой-то такой... Он же, я знаю, что он и наукой занимался, да? Он же писал там что-то, да? У нас он вынужден, он заходится в горный институт и женат был уже. Надо было работать. Он поступил, чтобы в армию не идти, он поступил в первом клубе танцов, а теперь был директором института, как я делал. И он все. Ну да, но у него вот любой художник, да, который хочет стать большим художником, да, он в определенный момент должен решить, как бы, или ему заниматься только вот этим? Нет. Или заниматься? Вот у него был такой... Не хотел, да? Это ему не очень нравилось, но он все равно работал. Уходил на работу. С отцом они в одной кабинете сидели. И вот как раз фотография там, они вдвоем стоят, он как раз сдал, вот это... в аспирантуру поступил. Но он хотел поступить в литературный институт. Но ему обсоветовали, сказали, что у тебя уже целые хорошие сыги. И много уже примеров, когда люди поступают в этот институт литературный, они потом начинают плохо писать. Ну и потом уже Артем родился. И его таки хотят бросать. То, что писать, он очень хотел. И вот когда... Ворон получил антибукер, он... было очень хорошо. В таком случае, если что, вот вечером, в днем, мне муж позвонил, и говорит, говорит, что Боря вошел в номинацию вот на антибукер. Я даже не поверю. Это первое, что не будем. И вот ночью нам звонили знакомые, говорит, она слышала рамки и нас в рекахе, что Боря получил по ошибленную премию антибукер. И он, когда услышал, он взыграл, да, подал гаду. Он был очень рад. Он хотел писать. Он хотел... Или в Ленинград. Ему очень нравится и в Ленинград. У него очень хороший, красивый и в Ленинградский цикл. Мы его читали. Он хотел и в Ленинград, и в Москве. Я так понимаю, что вот в Ленинграде его все-таки ценили больше, как мне кажется, чем в Москве. Но в Москве его Ермараева очень ценили. Вот почти в каждом журнале журнала для Николы сколько мы знали. Она кечатила все его стихи. Я не помню, журнала «Джин-12». Она кечатила все его стихи. Он, когда написал и сам, без всякой телеписки, он пришел как-то в лесах вечером поздно. Мама отправила это письмо в каком-то адресе. Я говорю, «Как, Боря, договорился, нет, нет, я просто взял журнала и журнала адреса, отдел поэзии. Пошли, пожалуйста». Но я не запечатала из них. Я прочитала. Господи, неужели запечатали? «Запятые» он вообще грамотно писал. И больше запятые он не очень ставил. То есть, вы прямо редактировали его стихи? Я эти запятые ставили, да? Правда? Никому не говорили. Ну, как? Я содержание не редактировано. Я понимаю, конечно. Я нечто боялась, что не напечатали. И вдруг через какое-то время она ему звонит и говорит, «Прекрасно! и он тоже начал выдать и все». И он стал ей писать. Она, например, напирала количество какое-то и печатала в очередном же аромат. Потом в петербурге появилась статья, что вот печатают стихи, а почему-то натипованный лист знамени его не выносят. И стали выносить его тоже рыжие, боились рыжие. Но он печатал в ходах два, наверное, печатался знамени. И последний номер «Бухосмертный». Там самые хорошие стихи. Знамени есть самые хорошие стихи. А вот скажите, я так понимаю, что у него были эксперименты с прозой, да? Он пытался писать прозу. У него есть проза, но кстати, она мне очень нравится. Мне очень? Он был в Голландии на симпозиуме, и там он писал. Отец «Бухосмертный» послала Ирина, жена. Заговорилась и запечатали эту прозу. Кстати, Сухарев писал, что Сухарев очень понравился. Он сказал, что если бы Боря не стал поэтом, он мог писать прекрасным грузаиком. Мне тоже кстати, проза его очень нравится. У него очень хорошие вот там большой казаринской книги. Там очень много заметок о поэте. Потом значит ну эссеистика такая. у него мне тоже они очень нравятся. У него литература и язык он вообще как он от Кребьяковского и до поспедлива поэта «Уссен знанный лусь». Когда он читал стихи на тупом книге, прочитает я, к любому, что это написал. Гал, я не делал. Что это было. Я его очень люблю. Вот третий ребенок у яблок. Я говорю, что когда в 6 лет его спрашивали «Как мальчик с вами?» Он говорит «зонился». Для меня это был такой шок. И я почему я не умерла? Потому что возможно я была в Германии с 7 до 5 лет в концлагере и я видела очень много неприятного и тяжелого и поэтому я очень приятного. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. .